Сегодня у нас 606 регулярный выпуск открытой политики, и мы продолжаем анализировать события, произошедшие в Республике Башкортостан за неделю. Самый объективный и, на мой взгляд, заметный социолог-экономист Республики Башкортостан Рустем Шаяхметов подметил очень примечательное противоречие в экономике Республики Башкортостан, которое как нельзя лучше иллюстрирует подходы Радио Хабирова к экономике региона вообще. Рустем Шаяхметов сообщил, что за 2023 год в Республике Башкортостан удвоилась сумма налоговых льгот для крупного бизнеса. Эта сумма составила ни много ни мало 25 миллиардов рублей. То есть столько Хабиров и его команда разрешили не доплачивать в региональный бюджет крупным бизнесменам. И это на минуточку 13,5% всех налоговых поступлений в бюджет Республики. И это, на минуточку, в 4 раза больше, чем льгот, выписанных в соседнем Татарстане, у которого бюджет вдвое больше, чем у Башкирии. То есть, казалось бы, Татария может себе побольше этих льгот выписать, но она выписала в 4 раза меньше. Вот такое странное противоречие. О чем, собственно, это и говорит. О том, что Хабиров и его команда щедро разрешают большому бизнесу не платить налоги, при этом жестко повышая сборы и поборы с населения. Мы видим, как растет стоимость ЖКХ, проезды на общественном транспорте, стоимость бензина, медицины, образования. Все это только увеличивается в цене. А бизнесу выписывают многомиллиардные льготы. Ну и, конечно же, вопрос. Бескорыстна ли эта щедрость в отношении пивных заводов, производителей крупнотоннажной химии, которые пользуются колоссальным спросом и без всяких льгот? Ведь для промышленников, давайте, положа руку на сердце, отметим, велик соблазн договориться с кем-то там в правительстве или на самом верху о льготах там на 2-3 миллиарда в год для своего предприятия. Сколько бы в ответ не попросили из этих денег, все равно будет плюс. Ну, это я только предполагаю, это мое эмпирическое предположение, исходя из максимума Карла Маркса о том, что капиталист ради прибыли в 300 процентов может имаму родную убить. И при том, что Хабиров щедрой рукой отказывается от налогов крупных бизнесменов, он интенсивно загоняет бюджет республики в долги. Рустем Шахметов сообщает, что за тот же 2023 год республика Башкортостан удвоила свою закредитованность и государственный долг региона вырос вдвое, составив почти 58 миллиардов рублей. Только одних процентов с этой задолженности республика ежегодно выплачивает около 2 миллиардов рублей. То есть, одной рукой Хабиров берет взаймы, а другой рукой разрешает не платить налоги в бюджет. Согласитесь, это существенное противоречие. Ну, и по мелочи. На фоне победных реляций об успехах строительной отрасли в республике Башкортостан, о которых трубят на всех углах подконтрольные Хабирову СМИ, объемы ввода жилья, тра-та-та-та-та-та, оказалось, что республика Башкортостан занимает всего лишь 18-е место в Российской Федерации по вводу жилья на душу населения. Согласитесь, 18-е место – это весьма скромный результат. Друзья, товарищи, подписчики и лица, приравненные к ним, вы знаете, что вы регулярно платите БСТ за то, что оно существует. Платите, даже если не знаете об этом, потому что БСТ и подобные им структуры финансируются из бюджета, а значит, за счет ваших налогов. Если вы хотите иметь не одну единственную точку зрения, не одно единственное видение того, что происходит в регионе, помогайте материально и нашему каналу. Сделать это непросто, но одновременно с этим очень легко. Вот расчетный счет, через который вы можете помогать нашему каналу. Когда я говорю «непросто», это непросто решиться. Страх глубоко посеян в душах россиян и жителей Башкирии в том числе. Но бояться этого не нужно. Помогать нашему каналу абсолютно легально и очень даже полезно. Расчетный счет мы показываем сейчас, а также вы можете найти его в описании под любым видео на нашем YouTube-канале. Загоняя регион в бюджетные долги, Хабиров, тем не менее, ни на миллиметр не снижает уровень своего собственного тяжелого люкса. Вот яркий пример этой расточительности. 15-16 августа на берегу озера Графское в Баймакском районе пройдет фестиваль «Башкорт-Аты». Переводится то ли «башкирская лошадь», то ли «башкирский конь». И ради Хабиров планируют провести на этом мероприятии несколько часов. Так вот, только ради этих нескольких часов для него возведут юрту с коврами, кондиционерами и прочими удобствами стоимостью аж 4,5 миллиона рублей. И не подумайте, это не стоимость самой юрты. По сути, это только стоимость ее обслуживания и обустройства. Только для украшения юрты в бюджет заложены расходы 102 тысячи рублей. Я не знаю, чем можно украшать юрту снутри и снаружи, но, видимо, какими-то любимыми картинами. Уборка в этой юрте на несколько часов пребывания обойдется в 70 тысяч рублей. А еще за 295 тысяч рублей в этой юрте смонтируют очень комфортное и приятное для ног напольное покрытие. И все это, напоминаю, только для того, чтобы дорогой Радий Фаритович насладился стуком копыт и веселым ржанием баймакских лошадок в течение пары-тройки часов. В непростой, и я бы даже сказал, во многом решающий момент жизни Республики Башкортостан важно иметь адекватные источники информации. Потому, со своей стороны, призываю вас подписаться на все наши каналы. На YouTube, на Zen, на Telegram и даже во Вконтакте вы можете подписаться на мою страницу. Это даст вам возможность в случае каких-то перипетий на медийном пространстве Российской Федерации оставаться в курсе того, что мы делаем. А нам будет возможность показывать вам то, что мы хотим показать, рассказать то, о чем мы думаем. Так что не забывайте подписаться, ставьте лайки, комментируйте, участвуйте в жизни наших каналов. Давненько мы не обсуждали судьбу тех членов команды Хабирова, которых уже зацепила суровая длань правосудия. На прошедшей неделе стало известно, что подследственная экс-министерка по делам молодежи Яна Гайдук внезапно сменила тактику и запросилась на СВО искупать что-то там, что за ней, видимо, числится. Если еще совсем недавно госпожа Гайдук в своих соцсетях называла действия силовиков в свой адрес пустой тратой времени, а себя Яна Александровна позиционировала как заботливая мать, дочь, не забывающая класть на алтарь Отечества все свои таланты и возможности, то теперь она внезапно Отечеству, видимо, задолжала что-то побольше, если она просится искупать какую-то там вину на СВО. Не знаю, можно ли это считать признанием вины или каким-то тактическим ходом, но вот такова ситуация. А еще один арестованный член команды Хабирова, Ильдар Юланов, в прошлом директор Башкира-Автодора, тоже решил отправиться на СВО, а не сидеть в СИЗО. Искупать тоже, видимо, что-то такое, что он считает, что нужно искупить. Согласитесь, это достаточно странно. Мы, конечно, можем пофантазировать и представить Юланова идущим в штыковую атаку, а Гайдук, ползущий по полю между мин, со штык-ножом в зубах. Но почему-то мне это не представляется. Напротив, я вижу уютный склад гуманитарной помощи в глубоком тылу, первую медальку и, скорее всего, в ближайшем будущем возвращение к припрятанному с чистой совестью. Вот примерно такая концепция видится мне. Я не утверждаю, но это вот плод моей фантазии. Я не могу себе представить Яну Гайдук, идущую в штыковую атаку. Еще одному соратнику Хабирова, Руслану Казаханову, бывшему советнику Хабирова по науке, обвиняемому в злоупотреблениях при создании научно-образовательного центра, суд отказал в смягчении меры пресечения, и Казаханов реально рискует получить очень длинный срок уголовного заключения. Так получается, ему самое время попроситься куда-нибудь туда, на СВО, на какие-нибудь замечательные складские должности, а то, как говорится, все места расхватают конкуренты. Впрочем, в адрес команды Хе случаются и достаточно мягонькие приговоры. На минувшей неделе суд вынес решение по делу Авзалова-Жулькова. Они признаны судом виновными в уголовном преступлении, но наказали их, знаете чем? Смешным денежным штрафом. На ту сумму, которую эти оба героя обычно носят в заднем кармане своих джинсов. Приговор Субайского суда еще не вступил в законную силу. Авзалов и Жульков намерены обжаловать и апеллировать. При этом Авзалов продолжает занимать весьма денежную и значимую должность. Он сейчас руководитель рекфонда Республики Башкортостад. А Жульков все еще заместитель министра. Если два этих гения дорожного строительства все же будут признаны уголовниками, ну как и десятки хабировских коллег в прошлом, придется им с этих должностей, пожалуй, что уходить. Но не получается по закону пока держать уголовников на государственных должностях. При этом у меня еще один вопросится. Почему не слышно ничего о том, что Авзалову и Жулькову вменяют возмещение ущерба, который они, по мнению Сибайского суда, нанесли государственному бюджету? Вот про это молчок. Штрафик заплатили и свободны? Это как максимум. А то, глядишь, еще и отсудят чего-нибудь в суде, заапеллируют и прочее, прочее. Запросто. Непосредственно к выборам Хабирова на второй срок правления четко обозначился контур результатов транспортной реформы того самого Техаса Хабирова. Ну вот вам краткие результаты этой реформы. Уфа получит бэушные трамваи, от которых с облегчением и даже бесплатно избавляется Москва. Уфимская пресса стыдливо избегает упоминать того, что трамваи эти произведены в Чешской республике, изрядно потрепаны и требуют запчастей, которые производятся в одной из стран НАТО. Вот такая перспектива у нас трамвайного хозяйства. Многострадальный Шахшинский мост. Как бы отремонтировали? Но почему-то теперь он пропускает только половину своих возможностей и то со скоростью автотранспорта в 20 км в час. А еще, кроме всего прочего, по нему нельзя перемещаться на транспорте весом свыше трех с половиной тонн. Ну то есть загруженная газель и та тяжелее весит. Зининский переезд. Ну на котором, помните, торжественно распилили полтора миллиарда рублей, где там покосилась опора и чуть не рухнула, там были всякие перипетии прокуратуры, чего-то такое даже возбуждалось. На данный момент уже идет ремонт дорожного полотна. И как выяснилось, не оборудованы некоторые съезды, которые там были запланированы. И Зининский переезд – это головная боль для тех, кто движется в этом направлении. А вот хваленый восточный выезд. Этот самый восточный выезд оказался лотереей. Если не повезет, то за свои же деньги вы проторчите в огромной километровой пробке. А еще, если вам не повезет, то вот эта система оплаты с вас может взять вдвое больше, чем положено. Уже есть тому примеры, и публиковались чеки, когда вместо 100 рублей берут почему-то 200, езжай, как говорится, дальше. Это если тебе повезло не постоять еще в пробке часик-полтора. Ну и, конечно же, стоимость, которую мы платим Хабирову за вот этот самый Техас. Неуклонно, еженедельно растет стоимость топлива в республике. Постоянно повышается стоимость проезда на транспорте. Вот таковы итоги. Остается теперь только понять, увяжут ли избиратели все эти напасти с персоной архитектора вот этой реформы, с персоной ради Хабирова, что все это сделано исключительно с его подачи, его людьми, его вот этими верными, но абсолютными неумехами. Поймет ли это избиратель, подойдя к избирательной урне уже очень скоро, через 41 день, 6 сентября, начнутся выборы, перевыборы дорогого ради Фаритовича на второй срок. Величественный праздник, юбилей Уфы, 450-летие, вокруг которого так долго плясали с бубнами агитаторы Хабирова, похоже, превращается в заурядную днюху проворовавшегося за склада. Ну, смотрите. Исходя из опубликованной программы, мы понимаем, что вместо десятков объектов, которые должны были во славу ради Хабирова открываться в Уфе к этому светлому празднику, остается вот что. Концерт престарелых звезд советской эстрады, возложение цветов куда только можно, закладка в ямку записки потомкам, открытие нелепой колоннады, посвященной почему-то дружбе с Абхазией, ну и весьма сомнительное открытие Дворца Борьбы, который очевидным образом не готов к тому, чтобы начать функционировать полноценно и, видимо, обойдутся эффектными кадрами на узком фокусе, чтобы было непонятно, что вокруг все еще разбросан строительный мусор и многое недоделано, неотделано и так далее, и так далее. Хочется спросить, а как там дела с улицей Октябрьской революции, которую нам обещали к 450-летию, что там будет пешеходный рай, Арбат, значит, вздрогнет от зависти и прочее-прочее? Никак, да? А с асфальтом и разметкой хотя бы в Уфе, как вообще к 450-летию, к светлому празднику? Опять никак. Ну, подытожим. Юблеевы не получилось сделать агитационным мероприятием и инструментом в пользу радио Хабирова к выборам, а получилось только хуже. Несмотря на то, что этот праздник был специально для агитации перенесен с 12 июня на 31 августа, буквально за 6 дней до начала выборов, уфинцы вряд ли забудут это адское лето и утешатся песней Юрия Антонова. Нам есть чем гордиться, мы любим трудиться и весело жить. Ни в чем не откажем, а гостям и скажем, давайте дружить. И еще немного о выборах. Главная ударная сила Хабирова в его избирательных технологиях это не вовсе подконтрольный ЦИК Республики Башкортостан, а тысячи и тысячи зависимых и запуганных учителей и бюджетников, исполняющих роли членов участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий. Так вот, в этот раз жадность Хабирова, похоже, перешла границы инстинкта самосохранения. В эти выборы членам территориальных и участковых избирательных комиссий не полагаются дополнительные выплаты, бонусы и всякие премии. Видимо, деньги было решено сэкономить в пользу золотой юрты Хабирова. И, на мой взгляд, это большая стратегическая ошибка. Узнав о том, что лишаются утешительных подачек за эти выборы, как было в прошлые года, рядовые члены избирательных комиссий начали слагать свои полномочия добровольно. Ну, наверное, поняли, что риск попадания под уголовное преследование, связанное с неизбежными грядущими фальсификациями на выборах в сентябре, не стоят тех копеек, которые теперь им выплатят за участие в этом мероприятии. К тому же, выборы теперь будут длиться не один, а три дня. А ценник остается, похоже, тем же. Ну, что же, можно только приветствовать столь прагматичный подход хотя бы так. Если людей не гложет совесть, если они решают рискнуть, совершая уголовное преступление при фальсификациях, ну, хотя бы, вот, как говорится, карман им напомнил о здравом смысле. Государственное акционерное общество Башспирт, успехи которого не устает нахваливать теперь ради хабиров, после того, как там сменился менеджмент, внезапно разразился загадочной закупкой и контрактом. Полностью государственное предприятие заказало исследование конъюнктуры рынка аж за 300 миллионов рублей. Понимаете, да? Исследование. Я, конечно же, пометуя о ранимости души и репутации менеджера Башспирта, конечно же, не намекаю категорически на то, что этот контракт как-то связан с теневыми расходами и финансированием неких процессов на выборах. Боже упаси! Конечно, не связываю. Но само по себе такое масштабное ассигнование, по сути, государственных денег на исследование загадочного алкогольного рынка России, ну это как минимум странно, а как максимум подозрительно. А можно потом будет почитать это исследование нам, гражданам, как, по сути, совладельцам вот этого Башспирта? Сейчас менеджмент Башспирта отказывается комментировать контент и содержание этого исследования, ссылаясь на коммерческую тайну. Формально они имеют на это право. Однако я полагаю, что было бы полезным в будущем, когда это исследование состоится, а оно состоится, и деньги уже начали поступать на счета подрядчиков, так вот в этом будущем было бы полезно правоохранительным органам поинтересоваться, насколько было обосновано вот это ассигнование в 300 миллионов, насколько оно дало эффект государственному предприятию и насколько оно улучшило его показатели и так далее. Это тоже непростая задача, но если в ней разобраться, если решить эту задачу, то, по крайней мере, мы не будем сомневаться в том, что полностью государственный Башспирт разбрасывает деньги на ветер. Мы будем уверены, что государственный Башспирт потратил 300 миллионов на очень полезное исследование водочного рынка Российской Федерации. Если вы уже подписаны на телеграм-канал «Открытая политика», вы видели, что наш опрос о намерениях избирателей на выборах Хабирова и об отношении к Хабирову на этих выборах побил все рекорды наших опросов. На данный момент, на момент, когда я записываю этот материал, проголосовало уже 3060 человек. Это на минуточку даже больше, чем каждый тысячный избиратель в Республике Башкортостан. Так вот, результаты следующие. 32% голосуют за кого угодно, но только не за Хабирова. 31%, включая ботов, которые набежали в один прекрасный момент, проголосуют за второй срок Хабирова. Примечательно, что опция «Голосую за Хабирова» ушла уже на второе место. 27% проголосовавших не намерены идти вообще на выборы и проигнорируют их. И 10% проголосовавших сообщили о своем намерении испортить бюллетень. Я продолжаю этот опрос на канале «Открытая политика» в Телеграме, призываю вас подписаться на наш Телеграм-канал и поучаствовать в этом опросе. И нисколько не сомневаюсь, что на этот опрос состоится еще не одна атака ботов Хабирова с целью хотя бы визуально увеличить его результат. Так что подписывайтесь и не давайте нашим странным электронным соперникам исказить результат на тех выборах, которые проходят в Телеграм-канале «Открытая политика». «Открытая политика» Субтитры создавал DimaTorzok